Масочный режим предлагает вернуть Минздрав Алтайского края. Об этом в выпуске. Восемь подростков с диагнозом «алкогольная интоксикация» поступили в Краевой центр охраны материнства и детства в этом году. Мы выяснили, почему увеличивается число таких пациентов. В Алтайском краевом отделении Союза женщин России собирают книги для дошкольников из Луганской Народной Республики. Какие издания принимают и где, расскажем через несколько минут. Алтайские следователи завели уголовное дело после гибели 35-летнего рабочего на Корболихинском руднике. Инцидент произошел 5 августа. Как сообщают в ведомстве, мужчину травмировало фрагментом горной породы. От полученных травм он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статью 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время следователями СК устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также должностные лица предприятия, в чьи обязанности входит контроль за соблюдением требований безопасности при производстве опасного вида работ. Расследование уголовного дела продолжается. А я продолжу. Масочный режим предлагает вернуть Минздрав Алтайского края. Правда, пока только для граждан старше 65 лет. Об этом на оперативном совещании Краевого правительства заявила заместитель министра здравоохранения региона Наталья Белоцкая. В регионе с новой коронавирусной инфекцией сегодня 1681 пациент. Радует в этой ситуации одно. Население наше начало откликаться и пошли на вакцинацию. За неделю вакцинировано 15 518 человек. Понятно, что это очень низкий объем, но вместе с тем мы к предыдущей неделе превросли практически на 9 тысяч. 15 тысяч это наша суточная возможность. То есть в течение дня всеми своими пунктами вакцинации мы можем вакцинировать 15 тысяч пациентов. Минздрав обращает внимание на пациентов и вообще населения старше 65 лет. Просит в части введения обязательности масочного режима. Напомню, в медицинских учреждениях ношение масок не отменялось и остается обязательным. Вопрос о возможности введения масочного режима для пожилых людей может быть рассмотрен краевыми органами исполнительной власти в ближайшее время. Восемь подростков с диагнозом алкогольная интоксикация поступили в Краевой центр охраны материнства и детства в этом году. Это в два раза больше, чем в прошлом. Почему увеличивается число таких пациентов и как им помогают медики, узнавала Дарья Коншина. Восемь алкогольных отравлений среди подростков зарегистрировали только в этом году специалисты регионального министерства здравоохранения. Такая же цифра была и в прошлом году. Сейчас, по мнению врачей, есть опасения, что статистика станет по-настоящему печальной. Среди пациентов дети от 10 до 14 лет. Да, вот эти вот моменты соревновательные происходят. Бесконтрольная доза получается. В связи с этим высокий интоксикационный синдром в тяжелом состоянии, как правило, без сознания доставляются к нам в приемный покой. Кстати, раньше с диагнозом алкогольная интоксикация поступали в основном юноши. В этом году статистика изменилась. Наравне с ними выпивать стали и девушки. У каждого своя история. Плохая компания друзей, в которой подросток пробует алкоголь или наркотики. 15-летняя Даша сегодня восстанавливается после полугодового употребления психотропных веществ. Девятиклассница с ужасом вспоминает, когда начала употреблять запрещенные препараты. Скачки в настроении. Может быть, и хорошее настроение, потом плохое, агрессия какая-то непонятная, ни с чего. То есть на родителей. Кто бы что ни говорил, что раз попробуйте, можете бросить. Это всё неправда. Вы сядете на это, и очень сложно с этого слезть. Не хотелось бы, чтобы подростки на такого велись и губили свою жизнь. Подход к лечению таких подростков комплексный. Сначала в инфекционном отделении Краевого центра охраны материнства и детства лечат отравление. А после ребёнок отправляется на восстановление в медикореабилитационный центр «Родник». Ежегодно здесь получают медицинскую помощь порядка 180 подростков. Помощь медикаментозного характера, помощь психологического характера, поскольку как у взрослых, так и у детей, как правило, мотивы психологического дискомфорта, связанные либо с какими-то конфликтными взаимоотношениями со сверстниками, либо со взрослыми, как правило, это проблемы в семье, с родителями. По словам специалистов, психоактивные вещества употребляют дети не только из неблагополучных семей. Чтобы снизить такой показатель, необходимо проводить разъяснительные беседы, уверены психологи. К примеру, в этом году «Родник» посетили уже больше 4000 несовершеннолетних. Дарья Кончина, Денис Кузьменко. Новости. К демонтажу путепровода над железной дорогой приступили строители в Барнауле. Работы проводят исключительно ночью. Для этого руководство РЖД выделило подрядчику так называемые «окна». Каждое окно длится по 4 часа. За это время строители успевают подготовить опоры к демонтажу или разобрать их. С момента начала работ на мосту уже разобрали перила и тротуарный блок. Затем приступили к балкам пролетного строения. За первое окно был подготовлен пролет к демонтажу в количестве 4 балок из 19. Для демонтажа этого пролета выделено 10 окон. Окна идут ежедневно по 3 окна. То есть выделено, потом 3 дня перерыв, потом снова 3 окна. На площадке работают 3 автокрана, 2 балковоза и 2 экскаватора-погрузчика. В демонтаже задействованы больше 10 человек. Когда строители закончат разбирать этот пролет, начнется демонтаж над крайними железнодорожными путями. Добавлю, на разбор всей конструкции понадобится около 25 ночных смен. Днем строители продолжают установку опор под теплосети на 3-х и 8-ми пролетном путепроводах. В Заринском районе между двумя селами разрушается мост. Об этом в социальных сетях сообщил один из местных жителей. Наша съемочная группа разбиралась в ситуации. Мосту между селами Хмелевкой и Новодресвянкой уже больше 50 лет. За все время его ни разу не ремонтировали и не обновляли. Бетонные опоры начали трескаться и заваливаться. А сам мост заметно покосился. В Новодресвянке проживает 15 человек, среди которых есть пенсионеры и маломобильные жители. Утепровод для них единственный способ связи с цивилизацией. То есть здесь у нас нет ни магазинов, ни ФАПа, здесь нет ничего. Плюс ко всему, допустим, в пожароопасный сезон, это единственное место, куда сможет набраться пожарный расчет для того, чтобы организовать тушение леса. И у нас на той стороне находится несколько пчеловодов, которые также пользуются только этим мостом. По-другому туда попасть никак. Павел и сам раньше жил в Новодресвянке и ежедневно ездил по разрушающемуся мосту. Заметив, что путепровод небезопасен, он опубликовал пост в Барнаульском сообществе в соцсетях. Его заметили в Минтрансе Алтайского края. В комментариях представители министерства пообещали устранить замечание. По словам Павла, через несколько дней яму на мосту засыпали щебнем, а рядом установили дорожный знак. Каждый день между селами Хмелевкой и Новодресвянкой ездят большие фуры с лесом. Недавно для них даже установили специальный знак. Транспорт весом не больше 10 тонн. Но для лесовозов и остальных жителей другого пути просто нет. Если мост обрушится, села почти полностью потеряют связь. Выбраться из Новодресвянки жители смогут только через брод за несколько километров от моста. Этот брод доступен людям только летом, потому что весной очень сильно вода поднимается. И примерно месяц туда в принципе его нереально переехать, этот мост. И летом в сухую погоду там можно проехать через тайгу, потом обратно делать крюк и уже потом обратно сюда в деревню возвращать. Мост в Заринском районе – собственность Алтай-Автодора. Как сообщают в дорожно-строительном предприятии, обследование сооружения делали в прошлом году. Ему присвоили статус предаварийного. В регионе 54 таких моста. Еще 26 находятся в более тяжелом аварийном состоянии. Некоторые из них уже реконструируют. Ремонт моста между Хмелевкой и Новодресвянкой планируют начать в следующем году. То бишь в 2023 году он у нас включен в план ПИР, этот объект, с последующей его реализацией. То есть надеемся, что в 2024 году мы его исправим. А силами северо-восточного ДСУ в рамках средств содержания будем поддерживать рабочее поступное состояние. И движение у нас не остановится. Будем смотреть за ним всегда, будем так говорить, до его исправления. По словам Андрея Лавренова, перестроить мост достаточно затратно. Строительство нового путепровода обойдется в 90 миллионов рублей. До момента, пока ремонт не начнут, специалисты северо-восточного ДСУ будут проводить работы по сохранению моста. Анастасия Целовальникова, Илья Алексеев, Арман Хайрулин. Новости. 1 сентября Барнаульская школа номер 99 в поселке Лесное откроется после капитального ремонта. Его провели по федеральному проекту модернизация школьных систем образования. Мы понимаем, что в эту школу как раз будет очень много желающих из ближайших вот этих микрорайонов. Поэтому будем стараться сделать все так, чтобы это было очень комфортно, чтобы для детей было здесь обязательно дополнительное образование организовано. Потому что мы говорим сейчас о том, что воспитательная работа, это может быть даже впереди планеты всей. 14 миллионов рублей направили на обновление школы, 8 миллионов – на покупку нового оборудования. Однако образовательная организация не может вместить всех детей микрорайона. Часть учащихся будут возить в образовательные организации в поселке Новосиликатный. Для подвоза школьников приобрели автобус. Необходимо сегодня принять решение, организовать маршрут по доставке этих детей в школу. Такое решение мы приняли, такое поручение мы дали в наш комитет по образованию. Ну, данный маршрут будет организован, и детей мы будем возить. Добавлю, всего в этом году организуют подвоз детей в 19 школ. Автобусы будут перевозить 2600 учащихся из 22 отдаленных микрорайонов города. В общественной палате Алтайского края прошло подписание трехстороннего соглашения по развитию корпоративного спорта в нашем регионе. Соглашение заключили между Алтайскими ведомствами и объединениями – Министерством спорта, Союзом промышленников и Федерацией корпоративного спорта. Максим Рябцев, исполняющий обязанности министра спорта региона, отметил, документ – это новая ступень взаимодействия с бизнесом. В Алтайском крае очень много предприятий, которые внесены в реестр социально ответственных, и в то же время в их числе очень много предприятий уделяют внимание развитию корпоративного спорта. Это происходит сейчас точечно, а нам необходимо сделать это системно. До соглашения все корпоративные мероприятия организовывало и финансировало Министерство спорта. Теперь проведением спартакиад и соревнований будут заниматься сами организации, а в министерстве предоставят площадки, судейскую и методическую помощь. Мы безоговорочно вот за, сегодня подписали соглашение и будем участвовать в этих соревнованиях и привлекать как можно больше своих сотрудников, наших членов Союза промышленников. Ну, естественно же, здесь придется и принимать участие в финансировании этих мероприятий. Но я думаю, что этот процесс, он перейдет на более высокий уровень, так как здесь будет грамотное судейство. Здесь у нас будет, будем мы действовать под эгидой Министерства спорта Алтайского края. График первых региональных корпоративных игр уже формируют в ведомствах и организациях. В планах соревнования коллективов по мини-футболу, баскетболу и волейболу. К другим темам. Попробовать мед из разных районов Алтайского края сегодня можно в одном месте. В Барнауле работает ярмарка продукции пчеловодов. Что на ней можно купить и сколько она продлится, расскажем в следующем сюжете. Разнотравие, гречка чистейшая, разнотравие с расторопшей, горное разнотравие. Это еще не все виды меда, которые можно встретить на ярмарке в Барнауле. Пчеловоду поставили палатки на площади Сахарова и разливают в них липовый, дягилевый мед, а также мед с прополисом и даже пчелиным помором. Собран он в самых разных районах Алтайского края. Черыжском, Солонешинском, Краснощоковском, Змейногорском и других. Поэтому и медоносные растения там разные. Трава очень много растет в морале о корне. Осот, душица, русянка. Там очень богато разнотравие горное, на котором мы стоим. Многие барнаульцы приходят на эту ярмарку каждый год. У кого-то есть любимые пчеловоды, других привлекает цена ниже, чем в магазинах и возможность торга. Третьи приходят из-за широкого ассортимента. Здесь привозят со всего края и выбор большой. А людям, кому какой нравится, они сами определяют. Мне вот, допустим, не нравится и горное разнотравие. Сейчас я вот взял луговое разнотравие. Нравится акация. Мы считаем, что жить на Алтае и не использовать мед, это, конечно, была бы большая оплошность. Поэтому здесь всегда большой выбор. Достаточно интересная информация к каждому виду меда. И продавцы, которые, в принципе, дают достаточно подробную консультацию, дают пробовать. И мед, я считаю, что прекрасного качества. Поэтому на зиму необходимо запасаться. Однако, по словам самих пчеловодов, некоторых видов меда на ярмарке стало меньше. Например, лугового разнотравия, донника, подсолнечника, а также рапсового и гречишного медов. Причина этому – подморы пчелосемей, которые произошли в Тальменском, Усть-Калманском, Бийском, Косихинском и Благовещенском районах после обработки полей местных фермеров химикатами. А из-за потрав пчеловоды просто вынуждены убегать в горы для того, чтобы спасти свое хозяйство, потому что оно нам трудом достается, ну и получить мед более экологически чистый. Но все-таки на ярмарке большой выбор горного меда, а также других продуктов. Например, пыльцы, перги, орехов, травяных сборов и даже свечей. Цены на мед разнятся в зависимости от вида. Например, за гречишный покупатели отдадут от 300 до 500 рублей. За липовый или донниковый придется заплатить от 500 до 750 рублей. Мед в сотах стоит 750 рублей за килограмм. Ярмарка будет работать в Барнауле до конца лета. Юлия Шеламова, Сергей Седых. Новости. В Алтайском краевом отделении Союза женщин России собирают книги для дошкольников из Луганской Народной Республики. Какие издания принимают и куда их приносить, расскажем в нашем материале. Новую акцию «Соберем посылку доброты» запустили в Алтайском краевом отделении Союза женщин России. Для детей дошкольного возраста Славяно-сербского района Луганской области подготовят гуманитарную помощь в виде посылок с книгами. Поскольку в детских садах сегодня острая нехватка литературы на русском языке. Алтайский край курирует над Славяно-сербским районом Луганской Народной Республики. И акций проходит очень много. Для Союза женщин и для Совета женщин при главе города Барнаула на первом месте стоят дети. Дети, семья, благополучие, счастливое детство. В 8 лет было именно изгнание русского языка, изгнание нашей литературы. И сегодня наша главная задача – это помочь восстановить справедливость, помочь детям узнать как можно больше самой России. Эту акцию в Союзе женщин России организуют совместно с Алтайской краевой детской библиотекой имени Крупской. Книги желательно приносить в хорошем состоянии, не обязательно новые, но в хорошем, чтобы были целый переплет, обложки, чтобы книги были достаточно яркие, красивые. Принимаем мы и классиков русской литературы, и книги современных авторов, можно быть даже и журналы детские, но в хорошем состоянии. Отбирать будем библиотеки и посылочки будем здесь по списочку, а потом уже передавать все это в Союз женщин России. В библиотеке уже подготовили порядка ста изданий из своего фонда. Книги читателей и неравнодушных жителей города будут принимать с 8 по 12 августа с 9 утра до 6 вечера по адресу город Барнаул, проспект Строителей, 21. Алина Пенигина, Роман Хайрулин. Новости. А у меня все к этому часу. Хорошего вечера и не переключайтесь.